Доброе утро, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. У нас ночью был такой жуткий ливень, можно сказать, прям ураган. Деревья настолько колыхала, что у меня, наверное, обсыпалась практически вся груша. Ну, кто живёт, наверное, в Краснодаре, знает сейчас, о чём я говорю. Настолько было жутко, что практически всю ночь я не спала. И было, если честно, прям жутковатое, переживала и за своих курочек, и за собачек, потому что некоторые куры у меня ночуют в летнем курятнике. Ну, конечно, у собак и будка, и всё закрыто, да, ещё плюс навес, но всё равно я почему-то так переживала. И сейчас я вышла, вот, осматриваю свои убытки и решила вам показать. Если честно, мне обидно, да, не знаю, особенно за помидоры, сейчас я вам всё покажу и расскажу. Вот осыпалась груша, это и то я вышла сначала без телефона, немножечко стала её, ну, собирать, потом, думаю, возьму сейчас телефон, покажу эти все убытки. Вон, везде теперь валяется у меня груша, вон вся клубника в грушах. Вот, хотя в этом году должен был быть хороший урожай груши. Ну, конечно, на ветках осталось ещё, но жалко вообще, конечно. Ну, это природное явление, здесь ничего не поделаешь. Даже если, ну, груша груша, ничего страшного, то вот, например, огурцы жалко, я их только подвязала, но вот так их бедных телепало, что некоторые сломались. Но я думаю, я их сейчас обратно поправлю, всё будет хорошо. Но вот у помидоров, скорее всего, будет не всё хорошо, я вам сейчас покажу, что случилось с моими красивыми помидорами. Только вчера я радовалась, что у меня такие красивые помидоры, и подвязывала, те, которые уже совсем такие большенькие, подвязывала их к палочкам, да. Вот, а сегодня я вышла, мне так жалко, вот здесь как будто вообще кто-то топтался, вот. Хотя это просто вот их поломало этим жутким ветром, кабачки вот лежат, но с ними, я думаю, ничего не будет. Но здесь вот были мои самые красивые помидорчики, я вам их показывала, здесь они уже были с такими красивыми помидорами, которые должны были вот-вот покраснеть, и их просто подвязаны, и все сломало, потому что они были, ну, естественно, выше, крупнее, телепало их сильнее. Вот, надо было, наверное, может быть, какую-то ограду крепче, ну, точнее, к чему подвязываешь. Но я видела, обычно вообще делают каркас, наподобие как у меня у огурцов, и подвязывают вот так вот на ленточке. Здесь я на палочке подвязала, и вот так вот получилось. Ну, наверное, это судьба такая, потому что в прошлом году у меня болезни были, они какие-то такие все, не очень. В прошлом году мы ели, конечно, помидоры, но это было совсем чуть-чуть, потому что они болели. В этом году я нашла хорошее лекарство, что они у меня такие красивые, что помидорчики без всяких черных пятен, да, вот, все отлично. Ну, теперь вот ураган мне все помидоры поломал. Сейчас я буду пытаться с сестрой их реанимировать, и где вот сильные прям поломы, мы попытаемся их как-то перемотать, да, подвязать, может быть, на какие-то более длинные палочки. Вот, собственно, ну, что-то нужно делать, мне что-то очень жалко, и вот, честно, вчера я только подумала насчет того, что, ой, какие они у меня красивые. А сегодня вот такая вот ерунда, я не знаю. То, что там кто-то сглазил, или я сама себя сглазила, я в это не верю, вот, потому что, ну, значит, судьба такая. Значит, вот, ну, не судьба мне иметь хорошие помидоры или чему-то меня пытался боженька научить. Чему не знаю, но вот это испытание я тоже, скрепя сердцем, пройду. Перцы тоже пополомала, но перцы более так были, ну, мясисто посажены, что даже если там парочка сломалась, ничего страшного. А вот помидоры, конечно, жалко. А здесь у меня вообще были сеяные прям помидоры, и они были, знаете, прям такой щеткой, прям таким, я не знаю, лесом. Я их только вчера все рассадила и сделала их более, как бы, да, прореженные. Вот они теперь все лежат. Но там поднимутся, там прям таких сломов нету, да, вот как здесь, на моих красивых, любимых помидорчиках. Будем реанимировать. Что поделать? Сейчас попробуем как-то перемотать, может быть, прям изолентой и сделать, как, знаете, такой... Такую сделать, как шину. Мы сейчас поставим какую-то опору и прям, не знаю, наверное, прям даже каким-нибудь изолентой или лейкопластером все это перемотаем. В общем, сейчас будем стараться, а что делать? Другого варианта у нас нету, жалко их так оставлять. Я столько над ними крапела, я их обрабатывала, любила, поливала, чтобы сейчас, конечно, так все не оставлю. Буду бороться до последнего. Ну, вот так вот мы поработали, у нас получилось. Я сейчас вам покажу, как мы их реанимировали, мои помидорчики. Где-то мы длиннее, да, вот где помидоры самые высокие, длиннее нашли опору. Ну, естественно, вот эту опору нужно будет всю поменять. Как я уже поняла, если будет очередной такой ураган, у меня просто сломаются они все. Смотрите, там, где сильно были сломаны помидоры, я сделала вот такую шину, палочку, и обмотала изолентой, и под рукой больше ничего не было. Через время я открою, посмотрю, да, как там все. Хотя, наверное, сразу будет видно, пересох он там или нет. Ну, как-то так, это единственное, что вот пришло в голову. И с другой стороны, вот точно так же сделали шину, но скотч, мне кажется, он более будет дышать. Это такой бумажный скотч, да, которым обклеивают окна, когда красят. Посмотрим. Сильно сломаны у нас 4 помидора, все остальные просто мы аккуратненько подвязали заново, и зафиксировали сильнее на опорах. Вот. Сейчас посмотрим. Надеюсь, такого урагана больше не будет. Честно, я ждала дождя, мне хотелось, чтобы пошел дождь, потому что я постоянно поливаю, да, с этим шлангом, хожу туда-сюда. Это, конечно же, занимает много времени. Но, знаете, я лучше со шлангом походила, чем теперь смотреть на эти сломанные помидоры и теперь ждать. Очухаются, не очухаются, засохнут или не засохнут. В общем, перцы тоже сильно поломалось, сейчас присмотрелось. Вот, видите, все. Вот с этой стороны вообще все лежит. Вот этот, естественно, уже не очухается, перец, да. Какие-то, да, просто подымаются. Но много сломанных, много сломанных. Вот, к примеру, тоже. Помидоры вот лежат. Эти тоже нужно будет подвязывать. Но здесь хотя бы они просто легли, да. Мне кажется, солнышко встанет, и они тоже подымутся. Ну вот, как-то так. Немножечко у нас сегодня такие, да, как бы не очень хорошие новости. Но ничего, конечно, никто не умер, все нормально, дальше можно жить. Просто мне чисто по-человечески обидно, почему вот так вот происходит. То, что я в душу вкладывала, то, что мне нравится, да, получается. Раз, и вот такая происходит ситуация. Это не в первый раз, поэтому мне как-то обидно. Ну, а мы пошли пить кофе, потому что сейчас на часах примерно у нас 7 утра. Вот, и мы занимаемся этими помидорами после этого жуткого ливня. Уже хочется и перекусить, и кофе попить. Все, мы пошли. Все здесь в сборе. Все работали. Все помогали спасать помидорчики. У нас очень много яблока сыпало. Сейчас даже они уже такие крупненькие. Наверное, я их куром покидаю. Возможно, даже они немножечко полакомятся, поклюют. Покормила курочек. Как раз покидала им яблоки. Насыпала и в курятники, и здесь корма. На землю не стала сыпать, потому что сегодня сыро. Но им почему-то больше нравится здесь на улице кушать. Они вот столпились все, хотя в курятнике тоже есть. Ну, ничего, всем хватит. Вот. Шелковые курочки, они больше любят. Яблочки, конечно. Вон она как раз стоит, пушистопопая. Яблочко грызет. Вот. Ну, кстати, вот тоже белые такие, получается, они у меня беспородные. Тоже им яблоки понравились, клюют. Ну, в общем, вот так. Одна выскочила, видите, со мной ликбарочка молодая. Это ликбарочка другой линии. Вот, ходит теперь здесь с улицы, собирает зернышки. Да? Что ты там собираешь? Вот так вот, мои дорогие. Когда я выводила первых ликбаров, тоже произошла у меня такая, можно сказать, такой трагичный случай. Вот. И перелезла собака, да, чужая. И полностью всех 15 курочек моих загрызли. Вот. Тоже я отдала им, наверное, всю душу, всю свою любовь. Но я имею в виду как к животным, конечно, это не касается моей семьи. Мне они очень нравились. Я их вывела сама в инкубаторе. И для меня они были очень дорогие. И так получилось. Сейчас, конечно, уже к этим курам я отношусь не так. Только, может быть, за исключением эта маленькая курочка, которая вылупилась, да, из последнего вывода ликбаров. Вот. Ну, не знаю, как-то вот. А теперь вот с помидорами такая ситуация. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас солнышко выглянет, сразу настроение изменится. И пойдем дальше. Все. А я уже точно пить кофе, потому что не могу сама завтракать, если еще не накормила птицу, собачек, кошечек. А еще я до сих пор никак не могу вам показать. У нас Лаки родила котят. Они уже даже открыли глаза. Я все никак не дойдут. У меня руки снять для вас видео. Сейчас я вам их покажу. И хотя бы что-то сегодня будет такое, знаете, позитивное, классное, доброе и нежно-пушистое. И вот они, эти прелестные, пушистые, маленькие комочки. Лаки привела котят прямо в курятнике. Прямо в гнезде у курочек. Я, конечно же, перетащила их домой. У меня нет лежака. Вот поэтому это просто коробочка такая. Подстелила им пеленку. Вот. И такие теперь прелестные котятки. И если честно, уже им нашли новых хозяев. Одного котенка я решила оставить себе. Точнее, даже мы с мужем решили оставить себе. Потому что Лаки кошка безумно классная. Она так хорошо ловит и крыс, и мышей. Поэтому мы решили оставить от нее котенка, мальчика черного. А ее мы стерилизуем. Да, мы чуть-чуть не успели. Но зато появились теперь на свет такие классные моськи, которые теперь будут радовать своих новых хозяев. Сейчас они кушают. Поэтому я, наверное, сниму... Я для вас сниму отдельное видео про котяточек. Расскажу, покажу их красивые мордочки. Вот. Но это, наверное, уже будет в следующем видео. И оно будет, мне кажется, тогда уже более такое позитивное. Более такое, знаете, довольное. Хотя я сейчас к ним пришла, у меня сразу настроение улучшилось. Вот. Я попозже сниму про этих котяточек для вас. И интересный ролик. Такие пузики. Кошка очень хорошая, моя лайкушечка. На пеленку уже поменять, да, лайки? У нас просто на улице грязно. Она же ходит на улицу, в туалет. Пришла, он немножечко испачкал. Да, да, моя девочка. Да, моя красавица. Да. Кстати, перепелки мои такие уже большие. Они уже на опилках. На опилках намного проще за ними ухаживать. Я уже не включаю им обогрев. Они уже закапываются в эти опилочки. И у них там они сами себя так нагревают, что там у них, когда открываешь, прям тепло чувствуется. Вот. Сейчас баграшка будет кормить. С утра у нас как раз вот эти все процедуры. Чистим, кормим, поим. Не надо включать им лампочку, сынок. А то они там зажарятся. Вот. Сейчас, конечно, этим как раз и занимаемся. Вот такие крошечки у нас еще есть. Ну все. Теперь точно я пошла пить кофе. А то я, когда начинаю совсем усюкаться, знаете, просыпаюсь в 6 утра, а дохожу до кофе и до завтрака, наверное, только часов в 10. Поэтому все. Пошла. В холодильнике. Где Тигран? Все. Мы точно завтракать. Дети уже сами полезли в холодильник. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok